С каждым днем градусы на термометре опускаются все ниже, а ветерок становится ощутимее, что не может не отразиться на нашем самочувствии и здоровье. По статистике, именно на осень приходится самый большой процент простудных заболеваний. Самарцы уже сейчас укрепляют иммунитет, чтобы избежать нежеланных симптомов. У каждого свой метод. Во-первых, утепляемся, потому что сезон ветров. Стараюсь надевать теплую одежду, горячие напитки почаще, зарядка по утрам. Витамины да, а остальные таблетки нет. А почему? Я считаю, что не нужно просто так принимать таблетки, на печень же влияет. Хороший сон, спорт. Все это помогает для укрепления и поддержания иммунитета и, конечно, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Таблетки, смотря какие, если они хорошие и в тему, так сказать, то таблетки. Я предпочитаю упражнения делать дыхательные. Стрельниковой, Бутейко, Йоговские. Гайморит я вылечила себе упражнениями. А вот Виктор Иванович уже полвека держит пасеку, любит мед и в свои 80 с небольшим чувствует себя прекрасно. Говорит, по осени спрос на сладкий продукт резко возрастает. В основном осенью берут. То лето занимаются совсем другими делами. А сейчас все лечатся, все стараются быть здоровыми. Вот заболела, допустим, температура. Вот у меня есть мед липовый. Я три ложки утром, в обед и вечером съем и все, температуры уже нет. Про пользу меда говорят и медики. К профилактическим продуктам относят также все, что содержит витамин С. А именно лимон, имбирь, лук и чеснок, капусту, морковь и цитрусовые. Однако правильный рацион питания – это только часть профилактики. Надо помнить о том, что инфекционный процесс – это всегда встреча двоих. Он не в одиночку поется, а всегда дуэтом. Это микроорганизм и макроорганизм. Поэтому микроорганизм нападает, макроорганизм защищается. Надо для этого создать ему достаточно условий для защиты, чтобы инфекционный процесс прошел субклинически. Чтобы мы не заметили, процесс инфекционный идет постоянно. И сейчас он идет и в вашем организме, и в моем. А вот болезнь развивается, когда что-то пошло не так. Вот что пойдет не так? Вот если человек озяб, человек не спал, человек неправильно ел, человек расстроился, уже снижается иммунитет. Что, думаешь, я сплю в разгаре рабочего дня? Нет. Это только на первый взгляд так может показаться. На самом деле я укрепляю свой иммунитет. Ученые доказали, что в среднем человеку необходимо 8 часов здорового сна в сутки. Они пошли дальше и узнали, что к 80 годам каждый человек тратит примерно четверть жизни на сон. Но во всем, как известно, нужно знать меру. И в количестве часов, отведенных для сна, и в том, сколько стоит пить витаминов. Дьявол в деталях и в нюансах. Разве лимон вреден? Нет. Трава и отрава имеют общий корень. Поэтому в малых количествах все лекарства, в больших все яд. Поэтому если вы чай с лимоном пьете по утрам, я двумя руками за. Если вы провоцируете какой-то гастрит у себя, потребляя огромное количество лимона, этим вы не спасетесь. Итак, подытожим. Чтобы дуэт микро- и макроорганизмов внутри не превратился в холодную войну, необходимо, во-первых, соблюдать элементарные правила гигиены, чаще мыть руки, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также разнообразить рацион питания продуктами, обогащенными витаминами. Не нервничать и высыпаться. И, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Регулярные занятия спортом, хотя бы утренней гимнастикой, также повысят устойчивость организма к вирусам. Мария Левина, Максим Гусев, Константин Головин. События. Регулярные занятия спорта.